здравствуйте в этом видеоуроке мы познакомимся с вами с селекторами в jQuery научимся выбирать нужные нам элементы из дом дерева средствами дополнительных функций по так называемому траверсу jQuery для начала дополним наше дом дерево еще одним элементом как мы видим по структуре самого документа который отображен у нас на левой части экрана есть еще элемент html который является корневым для всех элементов на странице давайте тогда допишем его в наше дерево теперь как мы будем добираться от самых листьев то есть из нижней части дерева до самого корня то есть до нашего элемента html для этого установим наш указатель с помощью jQuery на элемент var2 выберем его сделаем мы это следующим образом в консоли мы берем jQuery dynon element var2 вот он нам соответственно выдал выборку состоящую из одного элемента содержащую var2 запишем ее в переменную var2 теперь дальше мы можем работать с этой выборкой уже просто как с переменной var2 следующее что мы попросим нас сделать это выдать нам его родительский элемент то есть перейти ближе к корню это можно сделать с помощью функции parent вот он нам выдает элемент ul ближайшего родителя для данного элемента ли это будет вот этот элемент ul по функции parent помимо функции parent есть функция parents который выдает нам всех родителей последовательно то есть это первый юл второй юл потом гиф body и html то что она делает мы сейчас с вами отобразим на картинке то есть мы получаем сначала этот элемент ul потом от него его родителя и так далее пока не дойдем до самого-самого корня документа до элемента html помимо того чтобы выдать все дерево родителей можно попросить родителей до определенного момента то есть так и называется функция parents until родители пока мы не встретим какой-либо признак признак этот мы задаем на вход этой функции к примеру пока мы не встретим класс контейнер то есть что у нас происходит по данной функции происходит следующее мы получаем список всех родителей который выделен зеленым у нас потом находится выборка потому что мы подали на вход то есть он находит элемент с классом контейнер вот этот элемент и выборка которая родительская была весь массив родителей он обрезается до данного элемента то есть остается только вот эта часть которая включает себя этот элемент и этот элемент который мы видим нам выдал jQuery по данной функции чтобы посмотреть перемещение внутри одного уровня давайте модифицируем нашу страницу следующим образом на самый нижний уровень мы добавим еще такое же количество строк и поменяем идентификатор на var3 ну и изменим в тексте соответственно название 5, 6, 7, 8 сделаем тогда не var3, а var6 шестой вариант обновим страницу и видим что появились новые варианты и теперь создадим еще новую переменную var6 как jQuery от гост элемента с id var6 теперь модифицируем картинку нашу давайте возьмем другую за основу примем вот этот рисунок который отображает нам самые листья в нашем дереве элементов то есть последний уровень самый вложенный переменная var2 как вы помните у нас указывается на элемент с идентификатором var2 и переменная var6 на элемент с идентификатором var6 тогда мы можем рассмотреть функции перехода среди соседей к примеру будем рассматривать относительно var6 можем переместиться на предыдущий элемент с помощью функции prev на следующий элемент с помощью функции next помимо этого можем получить все предыдущие элементы с помощью функции prev all ну а также получить все следующие элементы и аналогично с родительскими элементами существует функция которая нам выдает элементы до какого-то условия то есть мы можем получить все предыдущие элементы например пока не встретим элемент с идентификатором var2 то есть это будут вот эти элементы давайте проверим это все на практике соответственно var6 prev возвращает нам вариант 5 все верно от этого же указателя зовем next получаем седьмой вариант тоже все верно давайте позовем prev all все элементы до данного все предыдущие элементы подряд и соответственно prev until на вход который мы передадим в идентификатор var2 и мы получили только пятый четвертый и третий элементы то есть все так как надо помимо того что можно звать элементы из какого-то конкретного направления есть функция позволяющая получить всех соседей в данном уровне называется функция siblings и вот мы получили массив всех элементов за исключением элемента с идентификатором var6 в котором мы находимся в данный момент из которого мы звали его соседей вернемся теперь к нашему основному дереву и рассмотрим перемещение по данному дереву но уже не в сторону корня а в сторону листьев то есть как можно от самого коренного элемента то есть тега html или body в данном случае я буду с вами перемещаться от элемента с тегом div или классом container можно добраться до нужных нам элементов в детях давайте укажем что здесь у нас есть еще элементы поставить многоточие что дерево у нас сейчас здесь нарисовано не полное не такое какое оно есть на самом деле так как мы с вами добавили элементы в самый вложенный уровень соответственно ставим наш указатель на элемент div он у нас на странице 1 поэтому мы можем просто позвать его с помощью селектора div и дальше какие функции по углублению в дерево дом нам предоставляет jQuery мы можем позвать его непосредственных потомков с помощью функции children она нам выдаст те узлы которые лежат ближайшими детьми к данным то есть это будет элемент h1 и ближайший элемент ur вот эти элементы выберем на зеленый в то же время можно позвать функцию contents она в отличие от html элементов выдаст еще и все текстовые элементы будь то html комментарии или просто как мы видим здесь это перенос строки она выдает все полностью то есть можно какие-то изменения и модификации делать в том числе и над комментариями получив их с помощью данной функции и помимо этого есть еще функция find которая является по сути селектором jQuery на полученном уже множестве то есть получив выборку с помощью элемента div когда мы передали его на вход jQuery мы ограничиваем уже функцию find только вот этим куском нашего дерева дом если бы были еще элементы то в них бы уже поиск не производился то есть вот этого всего для нас не существует когда мы зовем функцию find от данного элемента div соответственно мы можем позвать find и он нам выдаст все элементы которые есть в нем вложенном ну для примера давайте чтобы было наглядно создадим рядышком еще один ul который уже будет вне контейнера лежать ну чтобы его как-то отличить дадим ему идентификатор not in div ну и в текст напишем не в div обновим страницу видим что появился данный элемент и соответственно переменные у нас уже все обновились потому что мы страницу обновили делаем div find ul и как видим получаем снова два варианта только те ul которые вложены в наш div а div который мы дорисовали сейчас он у нас находится вот здесь ul элемент простите он уже сюда к нам не попал так как его мы не рассматриваем с помощью функции find так как выборка которую дает нам данный вызов jQuery она ограничена вот только выделенным на странице то что вот он сейчас выделил он будет производить поиск только среди детей вот данного элемента div вернем нашу страницу в исходное состояние удалив данный элемент ul и соответственно одной из страницу здесь помимо перемещений внутри уровня и с уровня на уровень есть еще простые функции позволяющие оперировать с полученной выборкой то есть к примеру мы можем позвать jQuery дай нам выборку элементов ли он нам дал все элементы списков и взять только первый элемент с помощью функции first аналогично можно взять только последний элемент с помощью функции last если мы от элемента first назовем функцию siblings то мы увидим сейчас с вами что получим только его соседи в его уровне не получим уже элементы которые лежат на следующем вот мы видим это вариант 2 вариант 3 ул а не все вот эти элементы то есть это siblings у нас действует именно внутри одного уровня дерева дом а first и last действуют внутри выборки которые мы получили помимо first и last есть еще функции eq сокращение от equal который на вход принимает индекс элементов в выборке то есть аналогично first будет equal 0 дальше будет уже следующий элемент это equal от единицы от двойки и так далее с помощью нее можно позвать и последний элемент но для этого тогда нужно узнать длину в выборке нашей и вычесть единицу так как индексация идет с нуля соответственно вот мы видим у нас здесь звался last получился вложенный вариант 8 и здесь мы зовем уже с помощью функции equal также последний элемент и получаем вариант 8 что говорит о том нам что все верно помимо указанных уже ранее функции поиска предка то есть углубления в корне дерева есть еще парочка интересных функций это closest и offset parent соответственно давайте рассмотрим их функция closest она зовет ближайший к нам элемент обладающий какими-то признаками мы можем соответственно взять элемент с идентификатором 2 и позвать к нему ближайший элемент ul соответственно мы получили то же самое что могла бы нам выдать функция parent но в то же время мы можем позвать не элемент ul а уже ближайший элемент div то есть он смотрит по данному зеленому дереву предков и находит ближайший элемент который удовлетворяет правилу заданному внутри аргумента функции closest соответственно если мы дали selector div то он ищет ближайший элемент div в данном дереве также есть еще функция которая называется offset parent она также рассматривает всех родителей в зеленом дереве то есть идет последовательно и выдает ближайшего позиционированного родителя давайте посмотрим что это такое offset parent в данном случае у нас это родитель тег html но если мы с вами дадим тегу div атрибут который делает его позиционируемым то есть допишем элемент style где укажем position чтобы элемент стал позиционированным position должен равняться либо relative либо fixed либо absolute сделаем его relative div обновим нашу страницу и снова позовем offset parent и видим что теперь у нас ближайший offset parent то есть ближайший позиционированный предок это элемент div у которого указано свойство position relative если мы это свойство перенесем тегу ul и снова обновим страницу и позовем то увидим что у нас уже стал ul который является теперь уже позиционированным предком для данного элемента на этом все спасибо за внимание